А вы знали, что красивая осанка это привычка? Но чтобы тело могло занять нужное нам положение, оно должно понимать, а как это? Для этого ему необходим мышечный каркас и здоровые амплитуды движения. Для выполнения следующего комплекса вам понадобится веревочка, резинка, ремень или даже кухонное полотенце. Итак, держим веревку перед собой. Ширина хвата должна быть такой, чтобы вы могли выполнить следующее движение. Что мы будем делать? Поднимаем правую руку наверх, уводим назад, растягиваем грудное, делаем плечи, возвращаем левую руку наверх и опускаем перед собой. Такой рисуем небольшой круг. Назад и вперед. Смотрите за тем, чтобы сильно не прогибаться в пояснице, чтобы не было такого положения, как утка. Так, подбираем таз и работаем только корпусом, только верхним, только верхней частью тела. Если чувствуете, что вам уже достаточно комфортно, есть смысл сократить еще расстояние между ладошками и попробовать выполнить это движение снова. Само движение, его амплитуда должна быть вам комфортной. Никаких резких, колющих, режущих ощущений быть не должно. В следующем упражнении мы с вами добавим движение ног. Руки оставляем перед собой, ширина хвата, опять же, комфортная для того, чтобы вы могли сделать само движение. Мы добавляем с вами движение ногами. Шагаем правой ногой вперед, чуть-чуть ее сгибаем. Задняя нога стремится пяткой достать до пола. Корпус держим ровно, опять же, не уходим в прогиб в поясничном отделе, зафиксировались. И здесь уже добавляем движение руками и тянемся к грудным отделам, грудной клеткой вперед. Возвращаемся в исходное положение, руки опускаем и приставляем ногу на место. Я надеюсь, вам понравились первое и второе упражнения, потому что в третьем мы с вами соединим два элемента. Занимаем исходное положение. Нога делает шаг вперед, задняя нога стремится пяткой в пол. Руки будут рисовать полукруг. Вводим их наверх, потянулись, вернулись в исходное, ноги поставили на место. Эти несложные упражнения помогут снять напряжение в спине и верхнем ключевом поясе.